друзья всем огромный привет из им к студии сегодня в гости приехал женек шеф-колор из москвы и сегодня мы приготовим вкусняцкую шаурму по ингредиентам быстренько пробежимся это у нас куриные бедра здесь одна упаковка 850 грамм приблизительно также потребуется для маринада курицы сейчас первым делом ее под маринуем это будет приправа для курицы соль перец и соевый соус далее сметана протертые помидоры кетчуп майонез горчица и все эти овощи будем использовать в дальнейшем ну как нарезать все это вы увидите будем использовать лаваш который удалось купить у шаурмистов потому что ну в обычных супермаркетах продается либо квадратный лаваш либо вот эти маленькие так называемый тортильи они не очень и маленькие бывает как сказать а сворачиваешь рассыпается трескать лаваш поэтому будем использовать хорошего ваш ну и готовить мы сегодня будем на электрогриле фирмы hyundai вот от него коробочка вот такая модель 3022 данном гриле существует 7 режимов приготовления один из них ручной 6 электронных режимов вот здесь можно наблюдать на панели потом при работе также покажем бургеры курица сэндвичи колбаски стыки и рыба выбирается электронный также существует степень прожарки и медиум вл и влдан 4 степени прожарки все электронно просто включаете нужную программу выбираете игре сам приготовить знает какое время выключиться сам а есть звуковые сигналы и автоматическое отключение чтобы гриль у вас там не пережаривание не сгорело также удобный лоточек у него для жиросборника у других моделей я видел есть либо маленькие такие сбоку либо вообще отсутствуют ну и здесь с двух сторон антипригарное покрытие на котором собственно говоря и происходит вся жарка не требует использования масла масло можно не добавлять ничего не пригорит в общем сегодня увидим в работе данную модель ну и начнем наверно в первую очередь я думаю я замариную пока что курицу а женек наверно начнет нарезку уже овощей добавим соль соли немножко потому что будем использовать соевый соус чтобы не переборщить немного перца черного свежемолотого на самом деле нету какого-то одного определенного или какого-то правильного маринада мясо именно для шаурмы для курицы для мяса для начинки то есть у каждого рецепт свой я покажу как делаем это мы вы можете добавить свои любить любимые специи приправа для курицы немножко далее добавляем соевый соус особо много здесь не надо 50 может быть 70 миллилитров достаточно но и все это перемешиваем да я обычно срезаю просто вот эти части плодоножки поезда уже жесткий допрос ну да опять же этого делать не обязательно нравится вот куриные бедра подмаринованы оставляем их на полчасика точно пока подготовить все остальные ингредиенты у нас подмаринуется курица нарезали соломкой пекинскую капусту сейчас будем нарезать краснокочанную капусту а я тем временем почище чеснок 4-5 супчиков для соуса я почему рекомендуешь именно краснокочанную капусту они делают не знаю на мой взгляд она слаще но хотя и белокочанная тоже бывает сладкая ну я если честно и и использую она в цветовой гамме как бы красиво начинки смотрится хотя это тоже такой просто заморочка может мы натерли краснокочанную капусту сейчас будем нарезать тоненькой соломкой морковь за это время порежу петрушку брал и мелко режу петрушку также можно морковку натереть на терке ну в общем а можно и вообще не добавлять опять же кому как нравится то есть кто не ест и кто-то добавляет ну да тут нет такого я считаю что как крови здесь нет какого-то одного рецепта по которому все должны делать полную импровизацию порубил мелко петрушку и также сюда два зубчика чеснока кстати когда разговаривали по поводу рецепта джинько предложил еще пинзу купить опять это кто как любит мы ее не особо любим честно говоря там где-то совсем можно в этот соус можно любую зелени спорить петрушку и укроп смотря олег добавляем майонеза секока секока ну вот так вот что где-то было давай чуть-чуть добавляем немного горчицы горчицу кстати можно она там прокурит вот так ты не поймешь кстати не я снял эту фольгу можно использовать сладкую дижон скую прям вот так чуть-чуть у нас острая но обычная русская горчица перец соль наверное даже вот 300 и на терке нужно натереть либо на терке либо мелко-мелко-мелко порезать давай натер где-то 45 огурчиков и все перемешать сметаны до сметана сметаны сметана буквально где-то две из ложки чайных таких горочек металла 15 процентов отлично отлично вообще и 45 мелкие огурцы маринованные 45 штучек на самой мелкой терке до на самом деле в плане соусов для шаурмы и подобных блюд можете использовать абсолютно любые кто-то вообще делает там майонез кетчуп там кто-то заморачивается вываривается у сатам и так далее но это каждому свое я повторюсь а я сейчас начну тогда делать второй соус это томатный у нас есть томаты в собственном соку вот кстати огурцы мы соус ну несколько раз делали шаурму никогда не добавляли но мне кажется интересно очень вкусно получится да сочетается томаты естественно у кого есть домашние можно использовать домашние собственном соку почему бы нет измельчаем их полностью и отправляем в миску перемешали соус соус получился густоватый но опять если будет использовать допустим сметану скажем 10 или 5 процентов я не знаю которая жидкая практически то возможно не придется добавлять вот я считаю так нормально огуречным рассолом и конечно же смотрите по соли вообще всего блюда потому что у нас здесь маринованные огурцы которые соленые у нас в курице в маринаде соевый соус который соленый поэтому соли добавляйте но не переборщите соль я считаю примерно женёк и так что да отлично с тем конечно оставляем соус как раз таки у нас тоже настоится все ингредиенты соединяться или как говорят повара поженятся поэтому подружек подружек да пускай соус стоит погнали да все сейчас доделаем томатный соус томаты выдавливаем чеснок достаточно будет сюда же выдавливаем петчик кто-то использует томатную пасту данную нагревают томатную пасту не можно сварить отдельно томатный соус но просто это будет намного дольше потому что ему нужно будет остыть нет я имею ввиду именно томатная паста вот прямо с банок я понял все равно ее надо термообработки добавили соль перец добавляем немножко сахара чтобы убрать кислоту так и все это перемешиваем у нас все готово осталось нарезать только огурец и помидоры сейчас мы нарежем покажем вам нарезку и продолжим далее вот такой вот соломочкой можно нарезать там кружочками опять же говорю просто соломкой удобнее заворачивать шаурму она не будет рвать лаваш и как бы сам огурец будет от начала до конца шаурмы в миксе со всеми остальными овощами нарезали огурцы помидоры не сейчас нашу вот эту овощную свесь я делаю так я подсаливаю потому что капуста все-таки жестко ее нужно немножко размять чуть-чуть добавляю перца можно добавить растительного масла разминаем капусту и потом это все замешиваем мне кажется это более правильный когда все это когда такой салат получается более равномерно где-то отдельно капуста попалась вот отдельно морковь а это плюс мы же не будем делать как бы такую огромную шаурму вот кстати говоря подписчики из нижнего новгорода напишите в комментариях под видео оставил остались ли у вас еще палатки с огромной шаурмой это самая большая шурма которая ела такая вот вкусно вообще супер все вот так вот оставляем вам и тем временем включили гриль на разогрев а будем готовить в ручном режиме не по программам потому что я не знаю пользоваться будем первый раз грилем я не знаю сколько уйдет времени именно для куриных бедер поэтому ждем пока нагреется гриль и там уже будем смотреть по прожарке скажем так на глаз будем смотреть готовы или не готова в ручном режиме все гриль у нас нагрелся и теперь кладем сюда курицу кстати забыл наверно сказать не помню говорил нет 2000 ватт мощность гриля там интересно вот она пошла сейчас посмотрим влезет ли у нас по моему 6 куриных бедрышек если они влезут то это будет отлично из нет за два раза пожаре чем плюс как бы вот чем мне нравится электрогриль давно кстати хотел электрогриль тем что здесь не надо ничего переворачивать как на сковородке то есть с двух сторон у нас мясо равномерно будет готовить сделаем 6 и накрываем прижимаем сверху все у нас все готово отключаем гриль посмотрите какая красивая курица получилось весь жир лишний ну сок жир который был в курице стек в поддон ничего вокруг нету все чистенько и теперь выкладываем курицу смотрите ничего вообще не прилипло ни грамма масла кстати в чем тоже огромное преимущество гриля то что готовить без масла но как я считаю это все-таки на мой взгляд полезная еда и какой красивый рисунок получился опять-таки если вы делаете стейки мы просто будем резать нам эта решетка не нужна через как сказать половину времени от приготовления можно перевернуть на 45 градусов и получить красивую сетчатую грилевую решетку так бедра у нас готовы получилось сочное бедро красивое мы его сейчас нарежем для шаурмы да я думаю внутри ни для кого не будет ну как бы любит писать такое в комментариях кстати что интересно вот опять же да скажу про гриль вот я сейчас режу курицу сверху прямо образовалась корочка такая то есть вот она прям рекой и хрустит ну и не знаю как на вид сочно на самом деле все убираем в отдельную миску приступаем сборки и так у нас все готово мы начинаем сборка шаурмы и а и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кладем швом вниз... Вот у нас вошло 3... И закрываем... Все... Теперь ждем... Итак, у нас все готово... Мы достаем первую партию наши шурмы... И... Рисуночек, кстати, если подольше подержать... Но это кому как нравится... Можно посмелить... Кайф, просто бомба... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бывает... Ну, это просто капец... Здесь понравилось видео... Палец вверх... Если понравилось... Палец вниз... Все ссылочки... На Хёнде... На Женька... Тоже оставим внизу... В описании под видео... Всем пока... Готовьте как мы... Повторяйте рецепт... Было очень круто... Очень нежная штука... Единственное... Как обычно... Я всегда добавляю себе... Немножко остроты... Потому что мне остроты... Всегда не хватает... Я прям... Люблю... 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 Чтобы было погорячее... А так... Ребят... Молодцы... Хорошо сделали... Очень нежно... Сочно... И... Самый главный лаваш... Мне понравился... Смотри, кокон... Ммм... 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 Продолжение следует...